Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Выступление ансамбля казачьей песни «Вольная станица» в Хиславичах. Незабываемое. Просто мы вот в таком восторге идём и поём песню «Люба, братцы, Люба». Хорошо, отдохнули. Спасибо вам большое. Акция ГИБДД «Засветись» для снижения аварийности в тёмное время суток. Рекомендации водителям при приближении к пешеходным переходам быть более внимательными и снизить скорость при проездах пешеходных переходов. Посвящение в юные спортсмены в спортивной школе Десногорска. Здесь вы научитесь уходить от ГИБДД, научитесь делать поливые, научитесь делать проски. Но самое главное – это будет стеркать вашей пешеходной. 29 февраля жители посёлка Хиславичи получили незабываемые и приятные впечатления. Для них в районном центре культуры прошёл отчётный концерт ансамбля казачьей песни «Вольная станица». Подробности далее. В преддверии прощённого воскресенья подарком для жителей посёлка Хиславичи стал концерт ансамбля казачьей песни «Вольная станица». Песни в исполнении артистов приходятся по душе каждому. В них ощущается сила казачьего духа, веселье и свобода. Концертные номера сопровождались показательными выступлениями с шашкой и танцами. Также на мероприятии звучали инструментальные пьесы в исполнении Смоленского ансамбля русских народных инструментов. Более 50 зрителей пришли насладиться музыкой и казачьими песнями. Коллектив «Вольная станица» уже не раз выступали на сцене Центра культуры посёлка Хиславичи. Но с таким большим и сольным концертом приехали впервые. Замечательно ещё то, что живой аккомпанемент был, что оркестр присутствовал и зрители наши, не избалованные этим, были очень довольны именно таким объёмным живым исполнением и живым аккомпанементом. В завершении мероприятия жители поделились своими яркими впечатлениями. Очень понравился концерт. Такое редко видим. Спасибо. Почаще к нам такие коллективы, надо, чтобы приезжали. Незабываемые. Просто мы вот в таком восторге идём и поём песню «Люба, братцы, Люба». Хорошо отдохнули. Спасибо вам большое. Безусловно, такие эмоции и искренняя благодарность – это главный подарок для творческих коллективов. Ксения Бьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Для профилактики ДТП с участием пешеходов Десногорские полицейские провели акцию «Засветись». Вечером 3 марта совместно с учащимися Дома детского творчества Десногорцам напомнили о том, как важно быть заметным в тёмное время суток. Весна постепенно вступает в свои права. Но из-за ранних сумерек и пасмурной погоды видимость на дорогах улучшилась незначительно. Пешеходу находиться в поле зрения водителя помогут светоотражающие элементы в одежде. Об этом призвана напомнить акция «Засветись». Здравствуйте. Скажите, есть ли у вас светоотражающие аксессуары или что-нибудь подобное? Все же. Вот, возьмите это. Вам пригодится для напоминания. Я напоминаю вам, что это очень важно, чтобы вы попросили на какие-то текстовые истории. Спасибо. Сотрудники ГИБДД Десногорска совместно с учащимися Дома детского творчества вручили горожанам светоотражающие фликеры и памятки о важности подобных ярких элементов одежды. Профилактическая акция проходит по личной инициативе участников и обращает на себя внимание не только пешеходов, но и автолюбителей. Рекомендация водителям при приближении к пешеходным переходам быть более внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов. Благодаря таким нехитрым правилам летний сезон можно встретить, прогуливаясь по городу, а не на больничной койке. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 29 февраля в спортивной школе Десногорска прошел праздник посвящения в юные спортсмены. Мероприятие для всей семьи стало демонстрацией спортивного духа мальчишек и девчонок с 7-8 лет. А их воля к победе может быть примером и некоторым взрослым. Подробности далее. Начать свою спортивную карьеру или как минимум укрепить тело и дух. Для этого в Десногорске есть все условия. Одно из мест, о котором справедливо мечтают мальчишки – отделение дзюдо спортивной школе. Этот олимпийский вид спорта год от года становится только популярнее. Место здесь есть не только регулярным тренировкам и отработке бросков. 29 февраля в спортивной школе прошел праздник для юных спортсменов. Провести утро выходного дня, на котором решили и почетные гости. Здесь вы научитесь уходить от библиотеки, научитесь делать волевые, научитесь делать броски. Но самое главное – это будет стеркать вашей жизни. Вам успехов в спорте, удачи и родителям терпения. В показательных соревнованиях приняли участие дети, которые занимаются дзюдо не более двух лет. Они уже окрепли и вполне осознанно выбирают стратегию борьбы. При этом в этот раз соревнования проводились по упрощенным правилам борьба на коленях. Все участники, среди которых были и девочки, старались показать максимум своих умений и навыков. В конце соревнований каждому спортсмену почетные гости вручили специальную форму дзюдоиста – кимоно. И уже в этом новом облике ребята приняли свои награды. Все призеры соревнований получили медали и грамоты, а победители – кубки. На пьедестал почета поднялись больше 25 спортсменов. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде 6 марта в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 11, ночью плюс 6. На сегодня выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова